Олег Фёдорович Романов. Ну, что хотелось узнать у вас? Ну, для начала... Помните ли, начало войны? Как это было? Откуда вы узнали? Да, мне в это время, 22 июня 1941 года, уже было 11 лет. Ну, я страдал заболеванием аденоиды. У нас в районном центре даже не было этого узкого... А где вы на этот момент жили? Так, жил я в небольшом хуторке. Ну, деревушка такая, домов 20-30. Хотя принято считать хутором, когда один живёт. Ну, так вот и... Это Курская область была или как? Это была раньше Курская область, потом она при разделе, при образовании Белгородской области стала в Белгородской области. Хутор как назывался? А? Хутор как назывался? Хутор. Хутор Евдокимов. Угу, угу. Вот. Ну, и как вы услышали о начале войны 22-го? И вот меня отец решил везти город Валойки. Слышали, наверное? Да, конечно. Это тоже в Белгородской области большая узловая станция. Угу. Этот хутор находится в 10 километрах от райцентра. Угу. Когда нам встречается наш продавец нашего сельского магазина, он ехал уже назад и говорит, возвращайтесь, началась война. Военный комендант уже забронировал все подвижные составы, так что вы всё равно не уедете. Вот так, пока неофициально это я узнал, что это началась война. А вечером к нам уже приехали представители власти, собрали собрания, потому что у нас радио не было. Ну, телевидение, разумеется, ещё даже радио не было, и телефона не было. И только узно нам объявили. Началась война, выступление Вячеслава Михайловича Молотова в войне. То есть вы его не слышали? Ага. Вам только пересказали со слов, да? Нам только со слов сказали. Ну, потом уже в газетах было опубликовано это выступление. Ну, а кто из членов семьи был у вас призван на войну? Членов семьи у меня отец был инвалид, граждан, ну, гражданской войны ещё. Угу. Он участвовал. Ну, начинал служить ещё в царской армии. Угу. А кончил служить в Красной армии. Угу. И вот здесь, под Косторной, конница Мамонтова тогда была. Ну, это убило. Угу. Ну, а наша дивизия Семёна Михайловича Будённого, где служил отец, потерпела поражение. Ну, а отец тогда там, было зимою, простыл. В общем, после этого. А потом ещё, когда штурмовали Севаш, это в Крыму. Угу. Он был, ну, непригоден для службы. У него такие руки и ноги были. То есть у вас полная семья осталась? Вот. Была, значит, мама, ещё двое детей, младше меня, и дедушка с бабушкой. Угу. А дядя тоже был, он ещё не женатый, но он уже служил в армии в это время, на Дальнем Востоке. Он участвовал только в войне с Японией. Так началась война. А потом, через несколько дней, к нам тоже приехали представители, там, и райкома партии, начали вести агитацию. Ну, не агитацию, призыв в народное ополчение, если враг всё-таки дойдёт до нашей местности. Вот. И я вам вот по этому поводу прочту стихотворение. Давайте, очень интересно. Ну, я и не прочту. С вершины лет всегда видней, И помнит сердце с каждым вздохом, Что весь наш утр о войне Доставил лавочник и моха. В тот день На бричке сельсоветской Забыл, о чём его просили, Привёз он Первую повестку В деревню, вместо И даже день совсем потух, И лавочник давно умчался, В наш футор из райцентра вдруг Явилось важное начальство. Во всём предательство меня, Оно лишь высказалось честно. Сегодня началась война, И сколько бытий, неизвестно. Не раз он, немец, нами бит, Но драться вновь ему охота, А чтоб фашистов победить, Нужна от вас Подмога фронту. В истории оставил след, И на свою, не глядя старость, Сказал тогда мой старый дед, Ну вот сынки доторговались, Но в деле ратном, зная толк, Фамильной не роняя чести, Готовый свой исполнить долг, Дед записался в ополченце. Ну, дошёл до войны, До Москвы. А у нас, вот это уже как центральный фронт, Остановился на, вот как раз на линии Белгород. Курск был занят немцами. И Воронеж был занят. Но это позже. И в 41-м году наступление, То есть наступление нового 42-го года Мы ещё справляли при советской власти. Ещё при своих. А летом 42-го года неожиданно, Ну тогда немец прорвался там под Харьковом, И под Белгородом, И 9-го июля, Вот уже сегодня 8-й, да? Наш район был оккупирован немцами. То есть вам довелось видеть военные действия? Да, 7 месяцев мы жили в оккупации. Ну, колхозы, собственно, Такого никакого там декрета немецкого не было, О распуске колхозов. Немцам даже было выгодно управлять этим, Когда есть коллектив, А не индивидуалисты. И те посевы ещё 41-го года, А зимы, мы уже собирали при немцах, И собирали. Мне было 12 лет, Даже в 11 лет, Такие же подростки, как я, Вот полностью участвовали в сельхозработах. И косили хлеб, И его складывали там в копно, Вы даже, наверное, и не знаете, Что это такое. Ну, визуально могу представить, Конечно, не складывало. Кресты, То есть женщины вязали снопы, Скошенную, скажем, рожь, Её складывали крестами, Раз и два, Стили креста, Это называлось копна. И мы их, по эти подростки, Переносили, И складывали большие скирты, Которые могли храниться даже и до весны. Молотили, Конная молотилка, И зерно всыпали в тот же колхозный амбар, И вот уже, Когда немцев разбили под Сталинградом, Ну, вы знаете, окружили же так, И началось их уже там, Паническое, можно сказать, отступление, Они хотели этот хлеб вывезти, Но у нас был староста, Назначенный же немцами, Хотя он формально вроде бы служил немцам, Но он служил народу нашему. Он русский был, да? И вот накануне того, Чтобы завтра-послезавтра вывезти этот хлеб, Ну, было такое оказание, Он ночью всем объявил, Были составлены списки, И хлеб раздал всем селянам, Не только нашим хуторянам, Еще остальные села, Лежащие, они входили в один и тот же колхоз. И он, оказывается, В империалистическую войну Служил вместе с моим отцом, Они были друзья. И он зашел, говорит, Не знаю, говорит, Если немцы найдут, то повесят, А наши придут, расстреляют. А почему? Ну, потому что тогда Суды были очень скорые. И как наши занимали, Так в первую очередь Старосты считали, Что это немецкие прихвостни, Их, можно сказать, без суда. Мало до суда доходило. Но его все-таки судили, Он был сослан на Колыму, Остался жив, Вернулся потом через 10 Или через 15 лет. Ну, то есть, Трудовой коллектив у вас был большой, То есть, дети были, Взрослые тоже работали. То есть, В это время все работали, Я так поняла, да? Где? Ну, например, На том же самом хлеб. А, ну, Потом Красная Армия Нас освободила, И началась у нас налаживаться Уже опять прежняя жизнь. Это в каком году освободила? Это уже было в феврале 43-го года. Угу, угу. Угу. И нас, В основном, Подростков, Организовали в бригаду, Дорожная бригада. Мы расчищали. Это была у нас улучшенная, Ну, как назвали, Горелия, Улучшенная грунтовая дорога, Которая шла Ну, ладно, Там в Соронежской области Волоконовка, Потом на Белгород. То есть, Много грозов шло По нашей дороге. Угу. И мы, эти подростки, Все время Снегопады расчищали. Наш такой участок был, Что, наверное, Километров 10, Пять туда и пять туда. За нами приезжала Машина военная, Везла туда, Где нам надо работать, С лопатами стяжелыми. Мы расчищали, А оттуда шли пешком. И знаете, Голодные, Обеселившие, Казалось, Вот упасть в снег. И это лучший выход был. Ну, вот выжили. Даже Вот наш подростковый труд Так использовался. Угу. И вам за это Давали какие-то награды. Расскажите про награды. Потом началась весна, Лето. Лето было Июнь дождливый. Лето Пятьдесят третьего года. Холодное лето, Как в фильме есть. Пятьдесят третьего года. И у нас, Опять же, Мы на дороге На этой работали. И в соседнем селе, Там три километра от нас, Но оно длинное. Там большой подъем, Но это Дорога, Когда идти в западном направлении. Машины не могли подниматься От дождей. Угу. И вот Эту дорогу Укладывали, Ну, это уже наши Саперы-солдаты, Бревнами. А бревна засыпали песком. А песок этот Возили опять мы подростки. Ну, так даже случилось, Что одно время В карьере, Где мы брали этот песок, Меня песком засыпало. Хорошо, ребята не растерялись, Откопали меня. Но, знаете, Никакой боли, ничего. Сразу отключился, И все. Я только очнулся, Когда уже меня сильно давило, И когда лопаты Меня откапывали уже. Ну, там награду, Что приезжал к нам Генерал Баранов, Он руководил Вот этой вот Постройкой И железной дороги, Вот старый оскол, Забыл станцию, Ну, выход вот Из-за Курска. И у нас, Нас выстроили вместе С солдатами, Мы стояли так же С своими лопатами, Как с оружием, И он нам объявил Благодарность. Вот. А потом угостили нас хлебом И хамсой. Вот это была такая награда. На этот момент Это была серьезная награда, Наверное, Все этого. Да, радовались. Это у меня есть поэма, Там об этом сказано тоже. Ну, потом, когда уже наши Курскую дугу Отстояли. То есть Немцы обороняли, Прорвали И пошли В наши части Уже когда Днепр Форсировали, Мы перешли Уже на работу В колхоз. Хотя это колхозная работа Была. Уже заниматься Сельскохозяйственной работой. Все эти годы войны У нас учеба в школе Начиналась С 1 октября. Один раз Даже с 1 ноября. Потому что Все дети Работали в поле. Угу. Ну, вот Что? Ну, и вот еще Про В 47-м году Ну, война окончилась. Да, как узнали об этом? Мы тоже так узнали. Шли в школу Я учился в 6-м классе. Угу. И кто-то нам встретился И сказали Победа. Ну, мы пошли Все равно в школу Там уже Как кипела жизнь. Приехали там Трибуну установили И Уже Представители Из райкома партии И С района Официально объявили Что Победа Угу. И радовались И плакали Радовались Что Победа Плакали вдовы Которые знали Что их мужья Уже Не возвратятся Или сыновья Угу. Отмечали в семьях Тоже, наверное, победу Говорите В семьях Отмечали победу Семейно отмечали? Да нет Как-то так Было, что Не отмечали Угу. Так порадовались И Застолья никакого не было Угу. Ну, что бы Вот вы хотели Пожелать Вот именно До Победы В 45-м году Это даже 20-го марта Мне вручили Комсомольский билет Угу. Которые Я носил До 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 исполнения Мне 28-ми лет Угу. В партии Не вступал. Угу. После школы Поступил В Староскольский Георазведочный Техникум Получил Профессию Горный Техник Марк Шейгер По направлению Работал В Казахстане Оттуда Призывался В армию Три года Служил После армии Опять работал На том же Да В Казахстане Угу. Вот. Ну вот О войне Все Угу. Дальше Вам-то Неинтересно Моя биография Нет, ну просто Интересно У нас Регламент Есть такой Вот. И у меня Еще вопроса Два всего лишь Буквально Осталось Вот что бы Вы хотели Пожелать Нынешней Молодежи Просто Этот Фильм Этот ролик Будет смотреть Именно На будущее Поколение Мы для этого Снимаем Наш фильм Вот. Что бы Вы все-таки Хотели пожелать Я не знаю Что вам Сказать Конечно Я Нашей молодежью Нынешней Ну откровенно Говоря Не восхищаюсь Я Уверен Что Есть много И хороших Молодых Людей Но есть И много Таких Которые Живут Одним Днем Ну вот Наблюдая А пожелать Что Вот Ну может быть Дать наставление Чего нам Не хватает Пусть бы Читали Литературу О прошлом О нашей О жизни нашего поколения Моего поколения Как мы жили И пусть бы Подражали бы Хотя бы Что я еще Хотел бы сказать Вот я даже Думал что Я не уверен Что в скором времени Вот Ситуация у нас В жизни Как-то изменится Вот Мне кажется Что Чтобы Опять Нам добиться Нужно Ну всю страну Сколыхнуть Что-то должно Произойти Такое Глобальное Неординарное Вот как была Отечественная война Она же Сплотила Весь Совет Все народы Советского Союза Не только Россию Но и все Союзные республики Все мы были Братья Которые потом Разошлись Да Какого-то события Нам не хватает В нашей стране Вот я не знаю Что нужно такое Думаю что И правительство И Дума Ну не дооценивает Другие партии Которые Много хорошего Предлагают В том числе Ну коммунистическая партия Богатый опыт у нее был Не только было Что-то плохое Но она именно Сплачивала народ Хотя я и не был Коммунистом Но я это понимаю Я вот сейчас Поддерживаю Хотя бы морально Поддерживаю Вот я читаю Вижу Дзюганов право Ну в доме Большинство единорослова Они свою политику ведут Казалось бы Тоже неплохую Но многое не получается Ну к остальным тоже Прислушиваться надо К остальным тоже Прислушиваться надо Я с вами согласна Да Да не только Прислушиваться Но И законодательно Это закреплять нужно Угу Согласна с вами Вот И у меня К вам просьба Вы Даете согласие На использование Вот этой видеозаписи Чтобы дальше мы ее Показывали Транслировали Спасибо большое Лишь бы это на пользу Дело пошло Угу Спасибо за субтитры